Я приветствую аудиторию телеканала Дождь. Сегодня вторник, а значит в эфире программа Hard Days Night. Меня зовут Тихон Зитко. Каждый вторник сюда в нашу студию на Красном Октябре приходят интересные люди. И сегодня я рад приветствовать именно такого человека, Сергея Петрова, основателя и владельца группы компании «Рольф», депутата Госдумы. Сергей Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Все регалии были названы? Да, основатель, окей. Все остальное не совсем верно, ну ладно. Значит, будем обсуждать и будете поправлять вместе со мной. Сегодня вопросы Сергею Петрову будут задавать мои коллеги. Это Петр Мироненко, обозреватель газеты «Коммерсант». Добрый вечер. Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала «Дождь». Приветствую. Ренан Даблитгильдейв, старший шеф-продюсер телеканала «Дождь». И Андрей Горянов, главный редактор «Слон.ру». Добрый вечер. Приветствую. Добрый вечер. Что же было неверно? Это не так важно, Тихон. Вы еще депутат Государственного дома все-таки? Да. Но уже не владелец компонента. И у нас еще вопрос владения, ребята, это относится к области такого континентального права или англо-саксонского права, да? Если это принадлежит все уже трастам, то это вопрос... Ну, то есть, как положено депутат Государственного дома, вы передали компанию в управление... Молодец. Все, Михаил, понятно. Все правильно сказал сразу, поэтому мы эту тему оставим, она очень сложная. То есть, соответственно, либо депутат, либо владелец. Давайте будем говорить с вами, как... Начнем разговор с вами как с депутатом и как с бизнесменом все же по складу мозгов, что ли. Смотрите, главное событие, которое обсуждается в последние дни, субботний съезд и известие о том, что будущим президентом, ну, или если начать лукавить будущим кандидатом в президенты, будет Владимир Путин. Вы можете ответить и как политик, и как бизнесмен, хорошо или плохо? Когда я услышал эту новость, мы были на съезде Справедливой России, у меня было два чувства. Ну, во-первых, хорошо, что теперь все понятно, и какое-то время нам будет хорошо, не будет раскачана там экономика, лодка. И второе чувство, что хорошо будет недолго. Почему? Такое противоречивое. Ну, потому что какая-то стабильность действительно гарантирована на какой-то период. Вот этот период будет зависеть, конечно, от ценной энергоносителей, но мы явно выиграем бой и явно проиграем войну. То есть без реформ, без обновления это будет не так долго. Хорошо нам не будет долго. То есть, как Лукашенко говорил, наш народ будет жить хорошо, но не долго. Ну, примерно, да. Ну, то есть присутствие Путина как президента, это значит, что никаких реформ не будет на ваших? Я думаю, что не будет тех нужных реформ. Какие-то будут. Как правило, это будут, вы знаете, палеотивные такие, на мой взгляд, реформы, которые спорадически не до конца... Ну, как вот реформа нашей полиции, да, давайте сравнить ее с реформой полиции, там, где эффективно она работает, например, грузинские. Ну, в Грузии, например. Там резкие. Стандартные примеры. И эффективные. У нас они в основном показать движение, но не достигают цели. И это, конечно, не только там заслуга Путина, это заслуга в целом класса бюрократии, который управляет сейчас страной, который, я боюсь этого слова, должен сказать, несет ответственность. Ответственность он как раз нести не умеет. То есть он в 91-м году сделал нам одну такую козью морду. Сейчас, видимо, он сделает еще раз. Он имеет все права, население не умеет его контролировать, не может с ним справиться. И, видимо, нас ждет второе пришествие такой же волны. Скажите, вот... Да, Михаил. Простите, вот вы упомянули сейчас, привели пример реформы полиции, которую, в общем, проводил не будущий президент Путин, а нынешний президент Медведев. То есть, получается, какая разница? Что для вас изменилось? Здесь Михаил Лукавство какое-то. Это проводил тот, а это проводил нет. Вот сама атмосфера, в которой вы проводите, есть такое понятие у чиновников самоцензура. Даже либеральный министр Кудрин, он будет думать, ну вот это вот, наверное, мы просто не можем добиться. Вот такого бюджета. А вот такой бюджет, как сегодня, я вам как член бюджетного комитета могу говорить, бюджет, вроде бы даже прикудрений, очень опасный. Вот сейчас, на 2012 год, предложенный нам, это уже даже не бюджет 2011 года. Он уже не умеренный, а уже оптимистичный, что для бюджета очень рискованно. То есть, риски возрастают с каждым годом. И это при том же министре. Новый министр еще увеличит это все. То есть, если мы балансировали прошлый бюджет, там вот сейчас, этого года, где-то при 105 долларах за баррель, то следующий год, вот тот, что сейчас предложен, это уже 115, где-то 116 необходимо. Соответственно, риски возрастают. А что, если будет не так? Конечно, есть большие деньги, там, ТАП-фонд, есть резервный фонд, есть фонд национального благосостояния, но это примерно 1,8 триллиона и 2,7, вот такие цифры, 4 триллиона. Но это на 2-2,5 года при цене на нефть 60-70 за баррель. Смотри, Сергей Анатольевич, Ваша партия «Справедливая Россия» в 2008 году, собственно, выдвигала вместе с аграриями «Единой России» и гражданские силы. Вы вчетвером, в смысле, 4 партии выдвигали Дмитрия Анатольевича Медведева. По прошествии уже почти 4-х лет с этого момента, Вы не разочаровались в тогдашнем выборе Вашей партии? Когда Вы выбираете между двумя, Вам все время приходится какой-то выбор делать. В смысле? Ну, вот у Вас нет выбора больше. Вы могли выбрать Сергея Михайловича Миронова. Или кого-нибудь еще, мягко говоря, там, четвертого. Нет, если Вы знаете, что у нас... Вот давайте так, за партию я сейчас отвечать не буду, потому что партия могла делать выбор по политическим причинам. Например, мы нуждаемся в таком вот позиционировании себя. И принимать сконсолидированные решения, тогда все голосуют. При этом могут быть разные мнения внутри. Но в целом президентство Дмитрия Анатольевича, конечно, внушало некоторые надежды на реформирование, на проведение необходимых реформ. А как результат? Результат, конечно, не впечатляет. Так, вот сейчас мы видим, что это был почти такой обман все-таки тех людей, которые проголосовали. Павел, то есть Вы разочарованы тем, что Медведев, скажем, не решил идти на второй срок? Да, что он не решил идти на второй срок, что он не показал форму реальной борьбы. Я Вам расскажу такой пример. Вот Афганистан, например. Я вспоминаю, года три назад я был на конференции по безопасности в Мюнхене. Представьте себе Хамид Карзай, который едва удерживает вот этот хрупкий вообще глав в управлении. Страшное дело. Как он там ругался на Байдена. Что же Вы делаете? У меня 53% поддержки, я иду на выборы. А Вы, Вы, которые меня поставили, где я вырос, в Америке, Вы поддерживаете второго, который 15% имеет. Ему говорят, да, американцы, это надо для того, чтобы была реальная конкуренция между Вами и следующим. Это в Афганистане, где люди совершенно еще не привыкли выбирать, но их уже учат, тренируют. Это должен быть выбор у людей. И должна быть обязательно политическая конкуренция, должны быть две разные программы. Если человек, который имеет право идти на второй срок, говорит, я не хочу, я отдаю свои предпочтения, агитирую. Как бы сейчас Обама предложил Маккейна и стал нас уверять, что это самый лучший выбор. Как бы отнеслись демократы и все... Я думаю, удивились бы. Я думаю, по меньшей мере, да, увидели. Просто складывается такое ощущение, что Вы разочаровались в Медведеве только сейчас, в эту субботу. И не разочаровывались в нем напряжение вот этих тростов. А Вы разочаровались когда? Я как раз к этому веду. Просто я хочу вспомнить, так же ли Вы, как и я, например, верили в псевдолиберальность Дмитрия Анатольевича Медведева, его реальные идеи, например, либерализации законодательства и, например, какого-то облегчения законодательства в смысле экономических преступлений. Не разочаровались Вы, например... Очарование было или не было, да? Например, меня разочаровывалось в свое время второй срок Ходорковского. Вам? Как-то не было немножко неудобно, что ли, зато... Меня разочаровал и первый, должен вам сказать. Ну, тогда еще не Визведев был президентом все-таки, а вот это прям совсем на его совесть. Ну, ну, ну что? Ну, вот смотрите. Во-первых, давайте уйдем от персонификации. Вы... Я вам сейчас такую вещь скажу. Вот у меня есть опыт проведения таких демократических собраний для того, чтобы выдвинули людей на конференции, на съезды, да? Например, сейчас в социал-демократической партии «Справедливая Россия». Люди сбиваются в кланы, в стаи, и начинают голосовать так, как надо, для того, чтобы свой клан был доминирующим. Когда их просишь, нет, давайте вместе подумаем, как голосовать, чтобы наши идеи проводились там лучше, чтобы нанести поражение единой России, чтобы это было в целом для партии. Они слушают, но не понимают, о чем идет речь. Потом наконец-то говорят, слушайте, ну если мы так будем, то другие-то не будут этому следовать, и нас просто съедят, и вот мы в партии будем никто. Я с удивлением смотрю на них и вспоминаю, что даже в партии СПС, я вспоминаю, эксперимент проводился здесь, в Москве, пытались сделать так, чтобы не посылали там студентов для того, чтобы выбрали кого надо, чтобы проголосовали как надо на конференциях. Знаете, можно перед самой конференцией нанять таких людей. А вы были в СПС, да? Нет, я не был, но я знаю, как это происходило, потому что это все в центре Москвы собирались. Я помню, там один такой политик пытался это сделать даже таким способом, что вот я, как интеррекс в Риме, сам не претендую на выборы, я не буду, но я организовываю только. Вы знаете, да, в Риме был такой междуцарь, который брал на себя организацию выборов при условии, что сам он не выставляет свои кандидатуры. Так. Так вот, это в Москве с либеральной общественностью не удалось сделать. Люди все равно сбиваются, начинают там, либо городские сумасшедшие у нас здесь выступали, либо те, которые, так, а это чьи там, это Гозмановские, а это чьи. И вот это вот невозможно преодолеть даже среди либеральной и демократической общественности. Если кто может такой эксперимент провести, могу помочь, поучаствовать там в этом. То есть это получается, что, как Черноморгин говорил, какую партию не строю получается КПСС? Получается. И поэтому, когда мы с вами тут перенсифицируем, вот там, виноват ли Путин или Медведев, да, мы должны помнить об этих экспериментах. К сожалению, если кто-то хочет попробовать, я готов предоставить эти материалы более подробно, как это происходило, и можем провести еще один эксперимент. Это очень будет сложно с Россией. Сергей Анатольевич, вас же звали в правое дело, насколько я помню. По крайней мере, так вот писалось. Действительно было такое? Ну, еще в самом начале, когда-то все начиналось. Да, с господином Прохоровым. А почему вы не пошли? Я не знаю, как вам сказать. Только партийным соображением, там, из дисциплины? Ну, я спросил, насколько оппозиционные вы там. Ну, да, мы тут готовы критиковать. А вам должна была оппозиционность именно? Я хотел понять, насколько правое дело самостоятельное. А что это для вас было? Чтобы оно было более самостоятельным или чтобы оно было менее? Чтобы оно было более самостоятельным. Более чем справедливая Россия? Более чем справедливая Россия. Вообще, как правое дело, более самостоятельным. Более оппозиционно и более готово проводить свою политику. Но оказалось, что это не совсем так. Ответы я сейчас вам не цитирую. Это без Прохорова мне некорректно это делать. Без его разрешения. Но были достаточно веселые. А насколько оппозиционные? Он дал понять, что будет не самостоятельным? Он дал понять, что будет самостоятельным. Но если на него надавят, он, кстати, сказал, я уйду вместе с теми, кого будут меня принуждать убрать. И, кстати, он выполнил это. Ну, это то, что мы увидели в случае с Родиной. В этом смысле выражаю ему мое почтение. А партия «Справедливая Россия» она партия независимая? Партия «Справедливая Россия» достаточно независима в тех условиях. Вот мы сейчас говорим, что такое понятие независимости. Это российская независимость 2011 года октября месяца. Вы сами в ваших силах создаваете реальность. Вы сейчас спрашиваете партия «Справедливая Россия». Нет, нет, но смотрите, вы говорите, что в нынешних условиях она такая. Тихо, на нынешний момент я сказал, не в нынешних условиях. На нынешний момент. Хорошо. У меня вопрос по поводу независимости. Она вот стала такой независимой, как сейчас. После того, как Сергей Миронов перестал быть спикером Совета Федерации? Да. Это, безусловно, добавило реальность. То есть именно гонение на Миронову и его расставание с эстеблишментом, его выпадение из ближнего круга, сделало партию более независимой? Я думаю, что его независимость сначала спровоцировала гонение на него. Я просто знаю, я внутри, знаю, как это происходило. Не могу там детали рассказывать, не совсем корректно. Но именно его более позиция независимая, жесткая, вызвала эти гонения. Потом, дальше, естественно, потеряв эту нить пуповина, связывающую его так с эстеблишментом, конечно, более занял позицию реально оппозиционную. Ну, просто смотрите, вот мы уже говорили о том, что в восьмом году «Справедливая Россия» вместе с другими партиями выдвигала Медведева. В четвертом году Миронов шел на выборы президента, но в то же время агитировал за Путина. А 30 лет назад, тихо, ну, только мсомольцам. Нет, нет, здесь не про 30 лет назад. Ну, что вы сейчас это... Мне просто интересно, в чем корень неожиданной такой смены формата «Справедливая Россия». Почему «Справедливая Россия» вдруг стала претендовать на роль главной оппозиционной силы, и за счет того, что многие люди имеют те же сомнения, что и я, они не верят ей настолько же, насколько и не верю я. Я, допускаю, вот за это время изменилась и «Единая Россия», да, она становилась все более и более такой монолитной партией чиновников, и все менее способной к каким-то изменениям какой-то гибкости. Плюс, конечно, не забывайте, что за «Единую Россию» проголосовали люди, не будем говорить, какой там уровень был корректировок, подтасовок, но достаточно большой. Это свидетельствует даже вот мы сами за наши средства проводим опросы, их еще сейчас поддерживает достаточное количество людей, и четыре года назад это было еще больше. И фактически, люди, отдав им конституционное большинство, проголосовали за убийство парламента, если так хотите громко сказать, потому что парламент, где конституционное большинство принадлежит одной партии, не рабочий орган. Это становится департаментом правительства каким-то. Какие-то вопросы там, конечно, уже можно дискутировать, но в целом это не место для дискуссий. Потому что гораздо легче в правительстве решить, и все проходит постепенно. И вот в этой ситуации, да, находить силы, бросать кому-то упрек. Вы были недостаточно оппозиционные, когда народ не хочет оппозиции, он ее не понимает, не любит. То есть хочет какая-то минимальная часть, на процентов, не знаю, 10-15 населения. Понимает необходимость ее, понимает, как она важна. А все остальные, ну, как же, наш любимый вождь, руководитель не сможет управлять. Надо же ему помочь в этом. И вот ругать в этот момент тех людей, это все равно как предъявлять претензии Ельцину, когда он там был еще в свое время секретарем обкома, а потом-то он взял и стал более оппозиционным, чем кто-либо. Сейчас предъявлять претензии Миронову или справедливой России. Да, было какие-то моменты, когда вот, а как вот, люди вот так вот голосуют и требуют, вы тут давайте, нам помогайте. Политики, к сожалению, люди, которые идут вслед за электоратом, они вынуждены как-то вести их, да, но вынуждены учитывать это мнение. Андрей Горьков. Сергей Анатольевич, еще одна новость позавчерашнего дня, которая будет влиять на очень сильную экономическую политику России, это уход премьера-министра Алексея Леонидовича Кудрина. Вице-премьер. А? Извини, вице-премьер. Извините, я говорю, министр финансов. Поднял. Да, да, да. Потенциального премьер-министра вообще выдастся. Извините, я говорю. Через какое-то время. Мы так много и так долго мечтали об этом, что я уже его, в общем, называю. Вы мечтали, чтобы он ушел? Нет, мы мечтали о том, чтобы он стал премьер-министром. Премьер-министром, да. Ну, это наша такая вот голубая мечта. Вопрос, собственно говоря, в том, насколько сильно вам, как вам кажется, это изменит экономическую политику России, это раз. А, во-вторых, положительное ли это событие или это ярко отрицательное событие? К Удрину отношение очень такое неоднозначное. И в депутатском корпусе, и в правительственных кругах часто его ругают за то, что он все деньги забирал и отдавал, как у нас говорят дяде Сэму, отдавал их, вкладывал в облигации, поддерживал нашего противника. Когда я спрашивал, ну, а вот куда бы вы эти деньги дали, да? Да вот хотя бы мне, говорили люди, которым даже деньги на водку нельзя доверить. И это общее мнение, то есть дайте там деньги. Но вы представляете, да, что такое вот инвестиции, это не деньги. В основном это технологии и умение их тратить. Когда просят дайте просто денег, надо посмотреть. А эти люди до этого вообще когда-нибудь имеют... Они могли взять там миллиард и вернуть миллиард сто на следующий год, там, с десятью процентами. Да еще отвечать за это. Ну, как правило, вы не найдете таких людей. Их все становится меньше и меньше. Очень много уезжает. И поэтому в этом смысле Кудрин, конечно, занимал очень консервативную позицию. Никому нельзя давать. Ну, он же не разбирался там точно. Кому-то, может быть, и нормальным структурам деньги не давались. Но в целом эта позиция была верной. И кризис... Так а вы верите, что вот кубышка Кудрина, она будет распечатана и... Послушайте, Андрей, а кто нас спас в 2008 году? Чья кубышка спасла страну после падения Лимана, да? Ну, Дашка Кудрина. То есть его создание вот этих вот стабилизационных структур и фондов, которые именно помогли нам чувствовать себя более-менее уверенно. Так ваша позиция как бизнесмена, ее нужно срочно распечатывать? Или ее нужно еще больше сохранять и увеличивать? Вот моя позиция, она такая, что, конечно, Кудрин правильно делал, что сохранял и увеличивал. И вы посмотрите, мы вот в эти годы, ктучные, до 2008 года, получали довольно много денег. Кстати, от нефти мы получали, если забрать там все, что мы обрезали в эти фонды резервные, там где-то 40 миллиардов в год в среднем. А вот от банков западных по 100 миллиардов в год получали долларов, но это были деньги, данные профессионалами с проверкой. А что, Тихон, умеет когда-нибудь эти деньги там использовать правильно, да? Ну-ка мы его посмотрим там так. И только потом ему дают. Да, процент был выше, чем те, которые мы вкладывали. Но они проходили через вот это чистилище профессиональной оценки. Кому давать? Как давать? Насколько? Как это проверять? Это все же люди должны посмотреть. Ваши способности, вашу предыдущую биографию. В этом смысле Кудрин, конечно, вел неблагодарную, но цивилизационную такую миссию. А почему что-то его... Мы с ним распрощались накануне. Ну, это не по этой причине. Вы же понимаете, что он достаточно самостоятельный, и он может сказать свое мнение, что он выглядит некорректно. Как минимум неосторожным отказываться от такого специалиста в столь неблагоприятный момент. Или, с другой стороны, все эти годы Кудрин, будучи осторожным человеком, играл по правилам и знал, конечно, каковы правила. Конечно, он знал, что нельзя при живом Медведе и при живом Путине так высказываться. Потому что Путин не любит, конечно же, когда выносит ссоры. Зачем он пошел против? Евгений Григорьевич Ясин мне сказал, когда я ему тоже такой вопрос задавал, как профессионал, что же Кудрин не делает то-то, то-то, что же он не идет на реформу пенсионную, потому что сейчас такая возможность. Ясин так безнадежным голосом говорит, ну, при Путине и Кудрин прав. Кудрин, имеется в виду, конечно, опять я ухожу от персонификации, я вообще не считаю там виноватым Путин очень сильно. Но при той атмосфере, когда бюрократия контролирует все потоки и все правила игры, Кудрин делает максимум возможного. Каждый человек сегодня, живя, вы сейчас выйдя там оттуда, примерно понимаете рамки правил игры. Да, вам хочется отнять конфетку там у ребенка, но вы же не будете это делать, да? Хотя вот вам, вы пойдете где-то, найдете ее купить, вот есть какая-то внутри вас какое-то ограничение. Так любой министр, находясь в этой примерно атмосфере, он, да потому он и министр, что стал, что он примерно знает, что возможно. Он может чуть подталкивать ситуацию, но не может просто выходить за эти рамки. Он немедленно будет систему уничтожен. Поэтому он все равно в рамках того, что можно, делал максимум. Смотрите, когда я говорил о том, что как минимум неосторожно, я имел в виду не те заявления, с которыми выступил господин Кудрин, а ту реакцию, которая последовала со стороны господина Медведева. Потому что, казалось бы, одно неосторожное предложение Кудрин и все, все то, что он делал последние годы, уже нас не интересует и нас не пугает та ситуация, в которой мы оказались сегодня. Это безответственно, чтобы со стороны президента... Реакции человеческие понятные. Человек и так как-то он выглядит не очень солидно во всей этой истории. Но он один, а под ним 140 миллионов человек. Ну, он реагирует как человек, хоть под ним миллиард еще, он все равно будет реагировать. Если и так вот вы чувствуете, вас все обижают тут, или вас тут унижают, а тут еще кто-то на вас так смотрит, там, и смеется сквозь зубы, там, да кто-то такой, конечно, он среагирует так, как он среагирует. То есть он помахал после драки кулаками? Извини, Ренат, да. Продолжай. Ну, просто это выглядит как показательная жертва. Условно говоря, вот Медведев решил помахать после драки кулаками и показать, что он что-то все-таки еще может решить. Интересная тема, потому что, повторяю, когда мы занимаемся персонами, да, мы думаем, что вот от этого все зависит. Как тот среагировал, к кому наступили на мозоли, какая будет. Мы только теряем время, потому что эти люди находятся в рамках определенной парадигмы, правил игры. Вы себе противоречите сейчас, Игорь Михайлович, извините. Вы себе противоречите, потому что, с одной стороны, вы только что сказали, что реакция, понятно, она человеческая, да? Реакция человеческая. А с другой стороны, вы говорите, давайте не персонифицируйтесь, потому что они в рамках каких-то правил игры. Он, как человек, ставит под угрозу, ну, там, естественно, утрирая, как человек ставит под угрозу, значит, благосостояние 140 или сколько там у нас сейчас методов. Это чем это он ставит под угрозу? Тем, что он сейчас отказывается от специалиста, который этим занимался, и мы не знаем, кого он теперь поставит. Вот это вот я никак не вижу никакой угрозы. Ну, поставит другого специалиста, он же не поставит там кони. Вы знаете, очень многие западные инвесторы говорят, что ему вообще-то не очень интересен ни кандидатура Путина, ни кандидатура Медведева, потому что они не видят, во-первых, разницы и не делают никаких в связи с перестановкой прогнозов. А вот фигура Кудрина для них была ключевой. Это справедливо, да. И в связи с его уходом, есть ли адекватная фигура в правительстве, сегодня назначен Шувалов, но это, видимо, временная фигура, есть ли другой человек? Кто может занять его место? Да. По профессионализму, я думаю, конечно, есть, я не знаю, несколько, наверное, сотен человек, очень высокой квалификации, которые могут выполнять эти обязанности. Ну, по весу и по способности говорить нет, а это очень важная способность для министра финансов. Как только я вам сказал, даже он уже наш бюджет довел до уровня, так сказать, оптимистичного, что очень опасно для страны. Все министры финансов делают свой прогноз и предлагают бюджет всегда консервативный. Путин уже Кудрин это не смог удержать, да. Сейчас будет назначен человек, конечно, менее легкого, просто не существует таких, которые могут сказать, там, нет, вот это уже нельзя делать. Более того, видя, как с ними обращаются, любой человек может быть такой мистер да на его месте, что для страны, безусловно, повышает риски еще больше. Вот в этом смысле печальные события. То есть удобный человек в предвыборный срок? Предвыборный срок, я думаю, уже здесь почти все обещания мы раздали. Здесь более опасно, что дальше вот эти требования лоббистских групп бюрократических не будут встречать адекватного такого возражения и сдерживания. Давайте мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Сейчас в эфире телеканал Дождь рекламы. После чего вернемся в студию. Напоминаю, сегодня в программе «Харда и знаете» Сергей Петров, основатель группы компании «Рольф», депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия». Снова в эфире программа «Харда и знаете» и еще раз приветствую аудиторию телеканала «Дождь». Меня зовут Тихон Зитко и сегодня у нас в студии Сергей Петров, основатель группы компании «Рольф», депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия». Вместе со мной Сергей Петров задает свои вопросы Петр Мироненко, обозреватель газеты «Коммерсант», Михаил Зыгорь, главный редактор телеканала «Дождь», Ренат Давлитгильдеев, старший шеф-продюсер телеканала «Дождь» и Андрей Горянов, главный редактор сайта «Слон.ру». Михаил, пожалуйста. Я сейчас, если позволите, зачитаю очень интересную цитату, а вы угадайте, кто это сказал. Я к коллегам обращаюсь. «Система, основанная на расхищении бюджета, коррупции и отсутствии долгосрочных целей, нежизнеспособна. Ее развал – лишь вопрос времени». Без привлечения можно сказать, что сегодня все здравомыслящие силы, в том числе внутри партии власти, находятся в оппозиции к властной клептократии, в скобках «власти воров». Это сказал наш сегодняшний гость Сергей Петров. Вот зачем так долго читать, можно было спросить. — Фактически, вот без двух минут партия жуликов-воров. — И? — Готовы ли ваша политическая сила, то есть «Справедливая Россия», так вот отвязно вести предыдущую кампанию, так как ее ведут очень многие оппоненты власти в интернете? — Так как ее ведут оппозиционеры в душе. — Вы что же не видите, как мы ведем ее вот сейчас? Я думаю, что вы же читаете это, и потом меня спрашиваете, как будто вы это прочитали из моего личного дневника. Я даже не знаю, что сказать. Конечно, готовы. Более того, мы должны поднять как можно больше людей с вашей помощью, так как это реально угрожает нам всем. Вы-то что не видите? — Ну скажите, а привлечь, например, таких мощных оппозиционеров, вроде Алексея Навального, в свою партию? Почему не... — Ну, Навальный хороший оппозиционер, но он не хочет быть партийным человеком. — А вы ему предлагали? — Нет, ну мы как-то говорили, просто чисто теоретически. Не хотел бы ты быть в какой-либо партии. — Вот мы просто еще... Извините, Тихон, мы тут попытались сопоставить процесс того, как ваша партия становилась более независимой и более, скажем, отвязной по своей риторике. И это совпало с тем, как вашу партию покидали ее спонсоры. Например, господин Бубаков и господин Старшинов. И говорят, поговаривают, что едва ли не единственным спонсором «Справедливая Россия», крупным спонсором остались вы. — Вот с вашей точки зрения, во-первых, да, так это или нет, и это как вы идеалист или вы просто наивный человек? — Ни я, ни Бубаков, ни Старшинов не являлись, не являемся спонсорами партии. Это все досужие вымыслы. Это совершенно другие бизнес-структуры делают. Я даже не... — То есть крупные бизнесмены в партии не являются источниками? — Я просто этого не знаю. — Потому что иногда они просят оставаться за кадром, и, естественно, этот вопрос тогда не обсуждается. — Это невывешиваемые эти списки, потому что по их просьбе. Вы знаете, какое отношение сегодня нашей единой России и, собственно, подчиненной правоохранительной структуре к подобного рода бизнесменам или структурам. Поэтому, естественно, мы стараемся это не афишировать. Но в чем вопрос-то? — Уход таких обеспеченных членов партии, таких видных членов партии, как Бубаков и Старшинов, например, которых мы уже называли спонсорами. Это удар по потокам финансирующим партии? — Это не удар, так как я сказал, что они не имели там большого какого-то значения. Я не знаю вообще. По-моему, Миронов комментировал это, что ни Бубаков, ни Старшинов не являлись спонсорами. — В конце концов, я ни казначей, ни кассир, я не могу вам отвечать точно. А может быть, кому-то там помогали. Я знаю, что кому-то помогали. Но это было помимо каких-то партийных центров, потоков. Ведь бывает так, что вы можете помогать кому-то и без решения Центрального Совета. — Ну, вы знаете, буквально два месяца назад, как раз, когда, собственно, эта волна ухода из «Справедливой России» пошла, была такая большая статья программная на газете «РУ» под названием «Бегство из «Справедливой России»,» и вы там назывались в числе тех, с кем ввелись переговоры по поводу возможного ухода из партии. — Ринет, есть Библия такая большая. Если вы откроете там где-то в конце, там, прощите, не всякие говорящие вне Децарствия Небесного. — Вы полностью оправдаетесь в вас переговоры. — Но при этом вы сейчас признали, что с вами велись переговоры об уходе в «Право и Деру». — Это вообще разговор так же, как мы сейчас с вами ведем, и кто-то говорит. А вот неплохо было бы. — Но вы не собирались уходить из «Право и Деруссии» тогда, когда оттуда уходили ваши коллеги? — У меня таких, во всяком случае, планов долгосрочных не было. И потом, посмотрите, все эти коллеги вынурнули сегодня в списках на проходных местах в «Единой России». — То есть понятно, что они не оппозиционеры, они скорее искали для себя более надежного проходного места. — Может быть, они решили, что партия «Справедливой России» не проходит в Думу, потому что слишком отвязная? — Что и не очень-то, в общем-то, и жалко тогда. — Ну, если вы ищете место, а не являетесь реальным партийным проектом, вы не настроены, вы не разделяете ценности, вы не видите никакой угрозы в «Единой России», идете к ним туда. Одна такая оппозиционерка мне говорила, все, как ужасно «Единая Россия», как там все коррумпировано, а тут какой был съезд, какая там энергетика, ну как вот можно с ними? Ну вот люди, значит, не имеют каких-то основ и убеждения, просто ищут, где лучше. — Вы имеете и верите в то, что партия «Справедливая Россия» пройдет в Думу? — Да, я думаю, она пройдет. — С каким процентом? — С процент, видимо, сейчас вот эти два месяца покажут, но, я думаю, приход сейчас Дмитрия Медведева в главе партии несколько дает больше шансов, он несколько ослабляет «Единая Россия» по отношению к «Справедливой» мы можем получить чуть больше. Разные прогнозы есть, но что-нибудь такое, 10, 12, 15 процентов можно набрать. — То есть побольше, чем сейчас? — Думаю, даже побольше. — Сергей Анатольевич, а вы вот изначально, почему вы оказались именно «Справедливой Россией»? Вот, вернее, тогда еще партия «Родина» Маланская, я помню, какой-то некоторый, ну, есть, несоответственно, все-таки вы предприниматель довольно крупный. — Нет, никогда, там тогда еще «Родина» она не была, это была уже «Справедливая Россия». — То есть вы пришли в партию уже после слияния? — Да. Потому что это единственная гигиенически приемлемая партия, оппозиционная, реально оппозиционная, не в ЛДПР же эти, это просто... — Яблоко. — Яблоко не проходная была, невозможно было с ней... — То есть это некоторый баланс между оппозиционностью и проходностью, условно говоря? — Чтобы быть реально оппозиционной, да, надо все-таки иметь возможность, возможность депутатской работы, то есть реально влиять на принятие решений, то есть вот как наша партия готовит бюджет альтернативный, готовит предложение альтернативное, есть трибуна, как вы сказали, есть возможность споров и дискуссий там, где еще дискуссии, возможно, в комитетах. — Если вы просто собираетесь здесь в партию, которая явно не проходит, к сожалению, да, она может быть и лучше по каким-то вашим там параметрам, но не имеет того шанса... — Вот вы, например, очень оппозиционные ребята, очень хорошо выступаете здесь. Вам, может, не нравится... — Нет, мы не оппозиционные. Журналисты не могут быть, журналисты не занимаются политической деятельностью. Оппозиционные — это политики. — Оппозиционные, хотя бы рот сразу открыть. У вас здесь выступал недавно Познер, и я слышал, тут ваши его критиковали, что он вот такой вот уж очень там, я не знаю, деликатный. На самом деле он выступает на Первом канале с этой очень деликатностью, но с такой аудиторией, может быть, делает больше, чем кто-то из вас более резкий, более там такой убедительный, но на очень маленьком ресурсе. — Не, ну смотрите, но я так понимаю, что вы это приводите как аналогию с присутствием «Справедливой России» в Государственной Думе, но как результат конституционного большинства у «Единой России» и несогласия «Справедливой России» с законопроектами... — Тихо, цели. Ты не услышал цели. Для воспитания гражданского общества. — А через что ваше присутствие в Госдуме? — Через разрушение политической монополии, вот на коротком этапе. — Нет, конкретно, шаг 1, 2, 3. Вы сейчас в Госдуме в последние 4 года. — Да хоть 5. Вот шаги сами сами смотрите, да, вот то, что сейчас идет критика «Единой России» с трибун нормальных, с возможностью людям проголосовать и получить альтернативную какую-то группу депутатов... — С трибун нормальных, это вы что имеете в виду? — Ну то есть думских трибун. — А кто это потом показывает? — Это показывают, кто-то показывает. Если даже никто не показывает, это лучше, чем вообще, где и не показывают, и невозможно говорить. — Коллеги, Андрей. — Я задам вопрос такой на стыке бизнеса и политики. Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь лоббистской деятельностью в Госдуме? Вы лоббируете какие-нибудь законы? — Да, лоббистской деятельности у нас, к сожалению, нет закона. И когда я попытался даже о нем поговорить, вроде бы, я помню, Олег Морозов отнесся, да, давай, конечно, сейчас мы вот это... — Но на самом деле большинству депутатов не нужен закон о лоббизме. Они привыкли там вот в каждом комитете, своя группа, которая, в общем-то, с одним министерством против другого. — Но они нашли ту мишу, когда сейчас фактически любой законопроект, который будет предъявлен депутатам, без одобрения правительства, не проходит. Ну, любой законопроект предъявлен, я уж не говорю там правительственный, только чтобы президентский там или премьерский, но даже правительственный, проходит почти без обсуждений. Вернее, со слабым обсуждением, а значит и слабого качества. — То есть вы можете указать на его недостатки, но вот сидят люди, если это закон не там о знамении, о гимне, о каком-то там таком политическом ярком моменте, о сложном, о каких-то налоговых там или о бизнесе, люди не вникают в это. Ну, буду я сейчас. Вот у меня рекомендовано принять или не принять. Да я еще тут один за троих там или пятерых, и проходит все. — Глава Митсубиси в России, мне кажется, или может быть даже глобального Митсубиси, я сейчас не помню, говорил о том, что вы лоббируете государственную поддержку, может быть, законопроекта о субсидировании электрозаправок. А летом этого года, если я правильно понимаю или помню, вы начали продавать электромобили. Ну, не вы, а компания аффилированная или... — Так, Андрей, в Государственной Думе не внесено и не планируется никаких специальных законов по поддержке электромобиля. Это в рамках там правительственных решений решается или в рамках муниципальных поддержек. Обычно в мире во всем этому не добавляют там, не уменьшают таможенные пошлины или еще что-то, да? Это редкий случай. А чаще всего муниципалитеты крупных городов, где борются за экологию, дают такие поддержки, дают бесплатные заправки, дают персональные надбавки для тех, кто покупает эти машины. Это пока еще очень сырой продукт. 160 километров пробег, и на 100 килограмм веса мы возим 300 килограмм аккумуляторов. — Но вы верите в эту бизнес-идею, в принципе? — Да, это будет будущее, безусловно. Сейчас, через 20 лет, вы увидите, как все изменится. Будет уже половина машин выпускаться гибридных. А если сейчас будет прорыв, как заявляют все аккумуляторные компании в создании вот этих вот батарей, которые позволят уже иметь радиус 1000 километров, и самое главное, стоимость сегодня аккумуляторов вот этих 2500 долларов, это еще до, для каждой машины, до таможенных платежей, НДС, то они будут в течение 10 лет доведены до 500 долларов. — Наверное, к 2020 году, да, уже будет 500 долларов. То есть это будет революция. — Будем смотреть, как эта революция будет происходить. — А, Сергей Анатольевич, а вот у вас бывало чисто из интереса такое, что, допустим, фракция голосует за какой-то законопроект, который лично бизнесу, который аффилирован с вами согласно англо-саксонскому праву, не выгоден? — То есть, ну там, пошлина на ввоз, допустим, на марок, да? У вас были такие конфликты в Госдуме когда-то? — Таких конфликтов не было. Я никогда... Вы знаете, если вы хотите заниматься одним делом, вы должны быть лидером в своем сегменте, и тогда вы никогда не будете стремиться... — Что такое лоббизм? Это здоровое желание убедить своих коллег, что вот это делать не надо, вот так будет выгоднее, больше рабочих мест, больше бизнеса, да? — А что такое незаконные привилегии? Это вот дайте мне, потому что другие не будут со мной конкурентоспособны. — Этого, конечно, невозможно, по моим убеждениям. Я сам сторонний конкуренции. Я первый всегда, когда мы приносили какие-то ноу-хау, предлагал другим учить и сидеть, мы открыты, смотрите и создавайте такой же бизнес, и мы с вами будем конкурировать, мы будем сильнее через это. Это просто основа моего мировоззрения. — Да, да, да. И вот, знаете, пример чего тогда, например, законопроект об отмене двойного НДС на продаже легковых автомобилей в автосалонах с автором которого, как пишут, смело были? — Вот пример чистого лоббизма — это раскрепощение огромной части экономики, которая находится в тени, которую нужно было вывести наружу. Это огромные налоговые платежи, это просто нормальный бизнес. Среда-то у нас, дорогие мои, совершенно не бизнес. — Но бизнес у компании «Рольфа» это как-то могло помочь? — Это могло любой компании помочь, которой будем этим заниматься. Любая автомобильная компания помогает. Но те, кто профессионально это знает, могут объяснить, почему вот это так. — Но вы были заинтересованы в принятии этого закона. — Безусловно. — И вы пролоббировали это принятие закона? — Я убеждал, да, что этот закон нужный, хороший. Я убежден, что он полезен и помогает. В одиночку он еще не так хорошо работает, нужно еще смотреть, как закон... Например, вы сделали этот закон, но закон о защите прав потребителя столь неумно сделан там когда-то господином депутатом Щелищем, что в принципе не дает возможность компаниям принимать на себя вот этот автомобиль. Потому что тогда им можно предъявить любые претензии, да такие, что можно просто разорить их. Чем вы больше, казалось бы, хотите защитить потребителя, вы делаете ему хуже. Все начинают продавать через комиссионную продажу, чтобы не брать ответственность. Потому что потребительский экстремизм развивается именно из-за плохих законов, слишком несбалансированных, слишком желающих кому-то потрафить. Сергей Григорьевич, я правильно понимаю, что идеологически вы, скажем, не поклонник отечественного автопрома и считаете, что в отечественное автопром вкладываться государство-то бы и не надо. Какое отечественное автопром? Вот здесь выпускаемые заводы Hyundai Solaris, это отечественное автопром? Это те деньги, ну скажем, это тот автопром, которому помогает российское государство, заводы, которые находятся на территории России, которые всячески находятся под протекционизмом. И, в общем, благодаря этому-то и выживают. Заводы Ford, заводы Toyota, заводы Nissan. Нет, там, как, наверное, вы прекрасно знаете, там доля местных комплектующих крайне низкая. Какая доля тогда комплектующих? В автовазе тоже достаточно высокая уже доля иностранных комплектующих. Но она даже не доходит до 50%. Хорошо, значит, давайте так. Отечественный автопром там, где доля комплектующих меньше 50% отечественных. Да, на иностранных, да. Понятно, да. Предполагаю. Вопрос. Вопрос, что его... Что нужно делать с вот этим отечественным автопромом? Убить или поддерживать? Во-первых, он разный, да. Нельзя вообще так занимать позицию, убить или поддерживать. Вот начался кризис, 2008 год. Что мы стали делать? Мы стали давать помощь отечественному автопрому в виде прямых кредитов, там, автовазу, 75 миллиардов рублей. Вообще, представляете, что такое за сумма, да? Это в тот момент 3 миллиарда долларов. Если я вам скажу, сколько стоил, например, современный завод Хёнде, построенный сейчас под Петербургом, это 500 миллионов долларов, выпускающих солярицы. Так. Если вы посмотрите, дальше была программа, так называемая, Джанки, вот эти вот автомобили хламные, хлам за новые, да, она тоже 3 раза по 10 миллиардов давалась поддержка. В основном на 7% тоже пошла автовазу. Всякого рода другие там местные штучки, трюки, которые помогают автовазу, да, в принципе помогают компании. Но что такое, да, как надо было бы сделать, как мы предлагали. Давайте не будем вот эти вот персонально помогать, потому что грань по автопрому российскому или грань помогать плохому менеджменту очень тонкая. Вы даже не поймете, что вы делаете сейчас, кому и чему вы помогаете. Поэтому нужно было, как мы предлагали, убрать просто, сделать налоговые каникулы на период кризиса для всех. Это те же деньги, которые потратило государство на персональную помощь друзьям и компаниям, которым казалось очень важно с социальной точки зрения, как говорил тогда премьер, что вот тут выйдут на улицу. Ну, какие-то всегда объяснения нет банкирам, как бы они тут не завалили всю нашу кровеносную систему. Так вот, если бы мы дали эти налоговые каникулы, выжили бы те компании, которые умеют перестроиться. Это не важно, российский автопром или какой. Ведь российский Солерс тоже, он пошел, взял себе иностранного партнера, делает более-менее что-то такое, что может быть эффективно. И если налоговые льготы показали бы всем, пожалуйста, воюйте сами. Кто выживает, тот выживает. Сегодня у нас была бы новая экономика, более здоровая, более эффективная. Но наше предложение, кстати, «Справедливая Россия» не было принято. Было принято предложение «Единой России, давайте помогать всем, как решит там премьер-министр». Ну и какие-то люди. Друзьям, все, врагам закон. Понятно, что экономика сегодня из-за этого стала хуже и слабее. Так как, если вы посмотрите, рост некоторых заводов и отечественного автопрома выросли там на 30-40%. На самом деле, проблемы выросли на 30-40%. Это старая классика там или какие-то те машины, которые не надо было бы выпускать. Сегодня, ладно, они старую классику отдали там всякие, там, и жамы и прочее. Но все равно это не тот рост, который надо было бы делать, если бы это было в реальном конкурентном поле. Вы сказали, Сергей Анатольевич, что многие уезжают, как говорили, про бизнес. А вы какими цифрами оперируете? Какой здесь процент? Честно говоря, я сейчас цифры очень разные называют. От там 400 тысяч до миллиона 300 за последние 10 лет уехавших. Я нигде их не встречал точно. Потому что здесь люди многие уезжают, сохраняя наши паспорта, и поэтому не регистрируются в миграционные... Но у вас не появляется такого желания? Нет, у меня не появляется. Почему? Пустите уезжают, которые тут разваливаются. А вам кажется, эти люди уезжают из-за чего? А, пустите уезжают, которые разваливаются здесь? Все, понятно. А такая проблема, как бизнес... Больше не наливайтесь. Такая проблема, как бегство элит, вам кажется, существующей и существенной? Элиты чиновничьи не бежит, по-моему, пока ее не арестовывают. Бизнесы ли-то, да, уходят, наиболее сильные. А кто может там адаптировать? Молодые, сильные, с языками, конечно. Зачем им зарабатывать деньги здесь больше, если могут отнять те, которые уже заработали? Вы, наверное, знаете, что после прошлой субботы, после объявления о том, что следующим кандидатом президента будет Владимир Владимирович Путин, в Твиттере, в Фейсбуке, ЖЖ, прям волна пошла. Все пишут о том, что пора уезжать из этой страны. Вот, как вы думаете, будет ли реально эта волна оттока? Конечно, эта волна такая, несколько... То есть это разговор? Разговорная, да. Но на самом деле отток, конечно, я думаю, увеличится. Потому что ощущение, что бюрократия получает карт-бланш, дальше все, что угодно вытворять с бизнесом, оно стойкое, устойчивое. И пока страна не является страной налогоплательщиков. Вы представьте, вот мы сидим также там в каком-то комитете, я помню, по таможенному, подкомитет. У нас в бюджетном комитете три подкомитета. Пенсионный, таможенный и налоговый. Вот первое заседание таможенного подкомитета. Вот люди сидят вокруг, и я голосую, естественно, все, что бизнес просит. Мне говорят, а что это вы все время против государства нашего? Все в основном там из министерств, тетушки. Я говорю, что такое против государства? Государство – это бизнес, надо им помогать. Он просит. Нет, государство – это чиновник, говорят они все. И начинают так смотреть, так вы тут у нас враг народа. Это все уровень замминистра и два там начальника департамента. И вот эта атмосфера пронизывает все министерства ниже там. Вот как она была, были еще социализмы люди сидят. Вы должны понять, мы с вами в большой проблеме в отношении. И бизнес, конечно, такой. Там жуликоватый его называют и прочее, прочее. Но какой бы он ни был, только он один может вытащить страну. Его надо все-таки ставить не чиновников, потому что он точно ничего не сделает. И улучшать его, как бы не был он сегодня там нечестен или еще что-то. А вы сказали, что пускай уезжают они. А чем вы готовы жертвовать ради того, чтобы они уехали? Готовы пожертвовать бизнесом? Готовы пожертвовать свободой? Потому что известно, что слишком активная политическая деятельность, оппозиционная, она иногда влечет за собой довольно неприятные последствия. Ну, я вот это вот не очень понимаю. А я можно перефразировать тогда вам? Просто так вот, по-простонародному это называется, а вы не боитесь, что у вас бизнес отнимут? За ваши разговоры. Я не думаю, что кому-то нужно заниматься бизнесом, который мне еще и не принадлежит даже. У меня не отнимут. У меня, как говорил Ясин, у вас не отнимут, у вас нет ничего. Это раз. Во-вторых, вот это вы для чего спрашиваете? Я вообще не понимаю этого вопроса. Мы делаем в рамках законного поля, да, свое дело. Каждая партия выступает для того, чтобы собрать больше голосов. Вдруг приходят какие-то ребята и начинают спрашивать. А вы не... Ну, что я вам скажу? Ну, да, можно бояться. Ну, давайте вы еще подливаете масло в огонь. Ну, будем бояться и не делать ничего. Таким, нам как раз интересно понять вашу психологию. Я не вижу никакой такой опасности, пока мы с вами здесь, пусть даже процентов 10-15 населения, понимают необходимость реформ, понимают их жизненную важность, что их необходимо делать, что с чиновником надо бороться очень радикальными уже методами, просто закрывать целые отрасли департаменты, которые расплодили там. И здесь нельзя палеотивно, иначе бизнес задыхается. Ну, что, что-то еще... Как это не говорить? Это надо говорить, это надо делать. Смотрите, коллеги, у нас остается несколько минут до конца. Я думаю, что у каждого есть по одному вопросу. Петр. Сергей Анатольевич, ну, все-таки, я вот опять коснусь политической части вопроса. Вот вы все правильно говорите, да, что надо закрывать целые департаменты, сокращать чиновничество туда-сюда. Все-таки вот присутствие справедливой России, и вас в числе депутатов, в количестве 8-10-12 процентов, это поможет, что ли, этому? Это с трудом, это верится. Сколько уже... Петр, а поможет этому не присутствие вообще никого, кто может что-то говорить и требовать? Я слышу, когда кризис произошел, наш голос, который до этого они просто игнорировали, стал более громко слышен, и стали там эти все наши так называемые силовые экономисты озираться, а что делать? А кто может объяснить, куда бежать? Ну, как только цена на нефть опять пошла, опять, да, молчите, вы тут меньшинство. Но это все равно голос. Вот что лучше? Хоть что-то или вообще ничего? Наверное, лучше, если будет хоть что-то, но в большем количестве и вне того поля, которое вам обрисовывает власть. Больше количества – это ваша работа, да. Давайте вместе. Потому что вы... А в большем количестве... Какое следующее слово было? В большем количестве и вне того поля, которое обрисовано для вас... Которое разрешено для вас властью. Сегодня даже в том поле, где обрисована властью, достаточно поля и возможности быть оппозиционной партией, менять то, что уже просто... Вот иногда сама конкуренция более важна, чем конкретная там идеология. Просто она заменяет людей, особенно когда очень сильно и долго коррупция развивается. Самодостаточна становится сама замена людей. И это уже будет хорошо. Периодически менять. Ренат, пожалуйста. Очень короткий вопрос. Третий срок Путина – это проблема, это плохо для бизнеса, для вас, для вашего бизнеса. Да, я думаю, плохо. Любая долгая властная структура привыкает. Вокруг люди, друзья, они становятся... У них еще друзья, те начинают принимать решения. Вертикаль – это всегда очень опасная вещь. Я понимаю Путина, что он боится отпустить эту вертикаль, что страна развалится. Но сегодня это становится уже более вредным. Сама вертикаль – это уже проблема. Государство сегодня не решение проблем. Андрей, пожалуйста. Вы говорили, что вы не боитесь потерять компанию или не думаете об этом по политическим причинам? У меня нет компании, послушайте. Я же вам сразу сказал. Это проданная компания, трастам, которая не принадлежит. Но вы ее так или иначе контролируете? Нет, что такое контролируете? Контролируете – значит, она должна быть собственностью вашей. Это не так. Это не совсем не всегда так. Вопрос, собственно говоря, такой. Тогда давайте так. У компании был достаточно большой долг. Это всем достаточно известно. Более того, компания была поддержана холдингами Mitsubishi. В кризис была продана ее дочерняя компания, если не помню, как точно она называет. Рольф Интер, абсолютно правильный коллега, напоминает. В общем-то, макроэкономическая конъюнктура складывается таким образом, что во втором квартале, скорее всего, автомобили снова будут продаваться крайне плохо. Вы не боитесь за компанию, что она может уйти кредитором или же, в принципе, разориться? Я не боюсь. Тогда ваш прогноз… Это не имеет отношения ко мне, да. Продажа автомобиля – это некий индикатор страха отчасти и достаточно быстро реагирует. Каков прогноз на следующие полугодия из того, что вы видите сейчас на авторынке? На полугодие с 2012 года первое? Да. Ну, такой же, наверное, где-то миллион автомобилей будет продан, я думаю. Индикатор страха, конечно, существует, но и существует возможность или невозможность долго ездить на старых автомобилях. То есть, рано или поздно люди устают бояться, идут просто и покупают. То есть, понятно, примерно то же, как и сейчас. То же, что и было. Михаил. Если позволите, я задам такой необычный вопрос. Вот в вашей биографии написано, что в 1982 году вы в звании майора были уволены из рядов Советской Армии и исключены из КПСС за участие в неофициальной демократической организации и за антисоветскую агитацию. То есть, получается, что вы… Это 1982 год. Это правда? Это правда. Мы боролись с коммунизмом тогда, когда видели, что это ведет все к краху. Тогда уже было ясно, что долго это не протянет, что Советский Союз развалится. Я помню, мы это отчетливо понимали, что любая демократизация, которая нужна для здравления, не ведет к развалу и так далее, и так далее. К большим проблемам. Да, это… Мне казалось тогда, что любой человек это видит. У меня больше нет вопросов. Хорошо, спасибо всем большое. Я благодарю, прежде всего, нашего гостя. Это Сергей Петров, основатель группы компании «Рольф», депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». Также я благодарю моих коллег. Это Петр Мироненко, Михаил Зыгарь, Ренат Давлетгильдеев и Андрей Горянов. Это была программа «Харда и знает». Меня зовут Тихон Зитко. Счастливо. «Харда и знает». Меня зовут Сергей Петров. Я был гостем программы «Харт Эй». Что я могу сказать? Это неплохая программа. Мне нравятся эти ребята, которые задают правильные вопросы. Я надеюсь, через это мы немножко поднимаем нашу аудиторию до того уровня, который позволит сформировать гражданское общество. Спасибо. Партнер программы «Винный погреб» компании «Симпл». Харда и знает. Партнер программы «Винный погреб» компании 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 «Винный погреб»